Давайте начнем. Первое, что хотелось бы показать, это так называемый композитный сайт. Я, наверное, открою сейчас презентацию и покажу несколько слайдов для начала. Вот такая интересная статистика существует о том, что скорость работы вашего сайта значительно влияет на поведение посетителей вашего сайта. Каждый четвертый пользователь будет покидать страницу, загрузка которой занимает больше 4 секунд. На самом деле этому слайду уже несколько лет, и мы пытаемся найти такую статистику более современную, потому что нам кажется, что 4 секунды уже давно в прошлом, что гораздо быстрее человек принимает решение. И если сайт работает медленно или он видит, что он не загружается, то он просто-напросто закрывает его и уходит на другой сайт. Мы сделали такую штуку, которая называется композитный сайт. Это инструмент, который позволяет увеличить скорость работы вашего сайта. Отклик гораздо быстрее. За счет того, что отклик и загрузка сайта гораздо быстрее, сайт лучше ранжируется поисковиками, и это, соответственно, напрямую влияет на конверсию вашего интернет-магазина, и поисковая выдача, да и непосредственно сама скорость работы. Что это такое, как это выглядит, эта технология? Ну, по сути, бывают два типа сайтов, да, динамические и статические. Динамические сайты – это те сайты, которые, вот, интернет-магазин, да, когда происходит какой-то запрос к базе данных, от базы данных там приходит какая-то информация, она обрабатывается. Ну, яркий пример динамики на сайте – это тот же самый умный фильтр, да, который мы с вами вот и в первой, и второй части смотрели. Когда мы выбираем параметры какие-то, грубо говоря, отправляем эти параметры на обработку, эти параметры обрабатываются, и сайт нам показывает, что вот под эти параметры вот есть только такие товары, да, только красные, например, запросили показать, а нам только красные – это Бразил. Динамические сайты, они удобные, они, у них большие возможности, но вот за счет того, что требуется обработка каких-то данных, да, они грузятся дольше. И есть простые статические сайты, ну, это, грубо говоря, голые тексты и картинки, да, просто HTML и картинки. Вот в том виде, в котором мы это отформатировали, написали, да, в таком виде это отобразилось достаточно быстро, никаких там запросов, никаких выработок дополнительных не требуется. Технология «Композитный сайт» позволяет размечать области вашего сайта на динамические и статические области. То есть какую-то информацию мы помечаем, что это статика, что она у нас может там из кэша отдаваться. А какую-то мы помечаем то, что это динамика, что она будет обрабатываться. И загрузка данных идет совместно, да, то есть сразу отдается статика, и параллельно уже начинает динамика загружаться. Мы сделали возможность включать, ну вот в последней версии 16.5, настраивать этот композит автоматически. Достаточно просто это происходит, мы сейчас, может, даже давайте попробуем, зайдем и настроим такой композит. Самое главное, что это не требует разработчика. Это обычный пользователь прямо сам у себя на сайте может включить. Все технические вопросы, грубо говоря, интернет-магазин сам на себя берет. Во всей редакции это входит, кроме первого сайта. Каждому пользователю Bitrix она доступна, и она стала бесплатной. То есть раньше мы за то, чтобы эту технологию использовать тоже могли все, но обязательным условием было, если бесплатно, то чтобы внизу был значок, работает быстро, с 1С Bitrix. Если же это, чтобы этого значка не было, надо было там 300 тысяч заплатить. Ну, сейчас-то убрали, доступно всем и каждому. Давайте зайдем, посмотрим. А вот здесь у меня есть настройка, по-моему. Давайте здесь включим. А, у меня уже включена технология. Да, я набрал композит в поиске. У меня открылись настройки этого автокомпозита. Здесь вот она, если что, в настройках есть. У меня уже этот композитный режим включен. Я могу его при желании выключить. И, в принципе, все необходимые настройки прямо здесь произвести. Ну, здесь, я думаю, никаких сложностей возникнуть не должно. Если что, можно в документацию обратиться. Ах, 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 нашел интересную багу. Вот написано, видите, еще старая информация. Задание. Обратитесь к партнерам компании NSBitrix для перевода сайта в композитный режим и, скорее, в отображении постеливаем. Ну, теперь это можно не делать. Все это включается вот здесь вот одной кнопочкой. Включить композит или выключить композит. И вот как раз эта кнопка. Мы выставляем отображать ее или не отображать. Ну, мы рекомендуем ее все-таки оставлять. И нам приятно. А для вас это индикатор. Отображается у вас страничка в композитном режиме или нет. Поэтому вот этой штукой надо обязательно пользоваться. Мы даже патент на нее получили. Так, давайте дальше. Безопасность от DDoS-атак. Есть тоже такой инструмент. Я про него прям совсем коротенько. Ну, это, в принципе, не наш инструмент, но мы его используем. Даем, вернее, использовать пользователей совместно вот с компанией Кюратор. Вы можете включить на 10 дней свою защиту, активировать ее. И в случае, если вам 10 дней будет недостаточно, то можете всегда обратиться в компанию Кюратор уже с ними пообщаться по поводу того, чтобы такую вот защиту у себя использовать. Ну, опять же, все это здесь в разделе настройки есть. Давайте перейдем дальше. И хотелось бы показать, интересно, есть такой инструмент. Сканер безопасности. Немножко про безопасность поговорим. Вот он, сканер безопасности. В разделе он находится вообще. Все инструменты, которые связаны с безопасностью, находятся вот здесь, в разделе настройки про активная защита. Я сейчас запущу этот сканер безопасности. Это облачный сервис, который, грубо говоря, из облаков, из разных географически разделенных точек запускает проверку вашего сайта, пытается найти, какие на этом сайте есть слабые стороны. А, пишет мне про мерк безопасности. Слишком мало памяти у меня выделено. Ну, это у меня вот на моем тестовом сервере. Вот, запускает, пытается, грубо говоря, проникнуть на ваш сайт и покажет нам какие-то угрозы, которые есть на нашем сайте. И даст сразу ссылки, где эти угрозы можно устранить. Не все из них обязательно устранять. Тут надо будет посмотреть, подумать, что на самом деле для вас критично, что нет. Давайте остановлю скопирование. Ну, вот какие. Не удалось выполнить внешнее сканирование. А он не дал мне, потому что у меня памяти мало было. Что делать сразу, да? А, здесь нет никаких рекомендаций. Ну, ладно, вторая угроза. Уровень безопасности административной группы не является повышенным. Ну, надо ужесточить политику безопасности административной группы. Сразу же я по ссылочке могу это сделать. Пароль в базе данных пустой. Могут в ней взломать. У меня установлен слабый пароль. Ну, и ничего страшного. Это у меня тестовая версия. Если здесь что-то сломает, никакие данные мои украсть не смогут. Потому что здесь никаких данных, по сути, это и нет. Это просто такая версия для опыта. Вот такой инструмент есть у нас, как сканер безопасности. Помимо этого, есть то же, чем необходимо пользоваться, панель безопасности. Которая показывает нам сводную информацию. Да, и от сканера безопасности, и по уровню безопасности. Какие режимы мне, какие параметры необходимо включить. Можно все сделать прямо здесь. Кроме этого, что проактивный фильтр. Он у меня уже включен. Он обеспечивает защиту от большинства известных атак на веб-приложении. Что еще? Двухэтапная авторизация. Очень интересная штука, которую также рекомендуем использовать на сайте. У меня он не используется на тестовой версии. Но использую я его активно на рабочих проектах. Это возможность использовать так называемые составные пароль. Когда вы вводите пароль при авторизации на сайте. Тот, который у вас в голове. Тот, который вы всегда помните. И после этого вам необходимо ввести вторую часть пароля. Которая генерируется автоматически. У меня на приложении на смартфоне. Можно использовать такой брелок. Купите его отдельно. Мне кажется, смартфоны есть у всех. Поэтому достаточно использовать приложение. И много всяких других инструментов тоже есть. Я рекомендую пройтись в разделе безопасность. По каждому из них прощелкать. Совсем не обязательно использовать все. Но какие-то могут конкретно вам пригодиться. Так, смотрю. Есть ли какие-то вопросики по разделу безопасность. Если нет, то давайте двигаться дальше. Кстати, про композитный режим я рассказал. Вот про это мне сказал. Ускорение сайта CDN. У меня не включен как раз. Так, вопросов вижу нет. Поэтому давайте двигаться дальше. Я покажу сейчас на презентации. Так, это по-моему рассказывали ваш сайт глазами посетителей. Ах, про CDN-ку. Так, про CDN у меня здесь нет слайда. Поэтому я расскажу это на примере. Что такое CDN? Есть такая технология, которая позволяет дублировать контент вашего сайта на серверах разных провайдеров по всей России. Вот включить такую технологию достаточно просто, если вы с битриксом работаете. Достаточно поставить эту галку, нажать на кнопку «Хранить». А, ха-ха, сервер у меня не настроен. У меня домен не указан в настройках моего сервера. Наверное, да. Не получится у меня сейчас это сделать. Эх, не покажу. Но если на нормальном боевом сервере это показывать, то никаких не должно быть проблем. Про композит мы сказали «Монитор производительности». Давайте посмотрим тоже вот такой еще один инструмент. Да, про CDN не получилось. Обидно. Панель производительности – инструмент, который позволяет в режиме реального времени тестировать нагрузку на ваш сайт. То есть у вас люди ходят, покупают что-то в магазине, просматривают какие-то товары. В это же время вы можете запустить производительность и сравнить производительность вашего интернет-магазина с той эталонной производительностью, которую мы указали по некоторым параметрам. То есть мы провели такие грубые тестирования и считаем, что вот такие значения параметров являются идеальными. И можете посмотреть в вашем случае, будут они лучше или хуже. Давайте, например, мы посмотрим. Перескакивает вечно. Так вот сделаю. Останавливаю сейчас. Конфигурация. Ну, эталон 30. У меня оценка 25.94. Среднее время отклика у меня чуть-чуть выше. Файловая система чуть-чуть похуже. Оценка стоит. И так далее. Это то, что касается настроек сервера. То есть непосредственно хостинга всех этих железок. Настройки битрикса. Показывают текущие значения и какие рекомендации. Ну, вот, например, сбор данных для отчетов пути по сайту. Да, в статистике есть возможность посмотреть, как пользователи у нас по сайту ходили, что смотрели, что покупали, какие странички посещали, что просматривали. Ну, вот такое отслеживание, оно немножечко замедляет работу. Поэтому нам система предлагает для того, чтобы ускорить работу нашего сайта, отключить эту штуку. Ну, то есть ее можно включить на какое-то время, провести анализ и потом выключить. Ну, и что касается разработки, показывают 20 самых нагружающих страниц, ошибки разработки, количество хитов, среднее время открытия и так далее. И что касается масштабируемости, ну, это уже для каких-то крупных проектов тоже можно здесь показать и время генерации страницы и все остальные параметры. Вот, находится он у нас в разделе производительность, там же где как раз и скорость сайта, сервис, да. Скорость сайта, мне кажется, показывали в первой части, насколько быстро он у вас работает. И все, что связано, как бы, какие-то инструменты, которые связаны с производительностью, тоже они здесь доступны. Вот, интересно, да. Насколько, откуда открывали мой сайт. Так, давайте дальше. Сейчас посмотрим мастер-магазин. Так, про скорость работы мы с вами поговорили. Про безопасность интернет-магазина. Про активную безопасность, да, я это рассказал. Ну, про резервное копирование. Давайте, да, тоже, наверное, в двух словах. Резервное копирование вы можете делать, ну, во-первых, самостоятельно, вручную. Если это необходимо, да, запускать. Но здесь нас интересует больше автоматическое резервное копирование. Данные с вашего сайта можете хранить как и на своем сервере, да, где в папке сайта где-то. Но если у вас есть активная лицензия, мы рекомендуем делать это в облаке 1S-Bitrix. Мало ли что с вашим хостингом подойдет. У вас всегда будет надежная копия, которая будет храниться на наших серверах. И вы в случае чего всегда достаточно быстро сможете взять и переехать на какой-то другой сервер и восстановиться из этой копии. На самом деле, очень удобный инструмент. Многие пользователи говорили, благодарили, говорили, что спасло их от каких-то таких вот, да, форс-мажорных ситуаций. И еще одна интересная штука. Инспектор сайтов. Тоже инструмент, который можно настроить, который будет... А, у меня он сайт не включен. Который будет присылать вам уведомление о том, что ваш сайт недоступен, например, или у вас скоро заканчивается там срок действия SSL-сертификата или срок действия доменного имени. Причем, если у вас стоит мобильное приложение, то прямо мобильное приложение будет присылать. Помните, я рассказывал про то, что есть мобильное приложение для администратора магазина, которое бесплатное, которое можно скачать и использовать. Ну, а если мобильное приложение у вас по какой-то причине не стоит, то он может на почту присылать вам такие уведомления. На самом деле, очень важная штука, потому что, ну, даже с тем же доменом, да, некоторые люди забывают его продлять, потом замены, потом эти домены захватывают другие товарищи. И это достаточно обидно бывает. Ну, и уж тем более, если у вас какой-то более-менее крупный интернет-магазин, то простой, любой простой, он скажется на ваших доходах. Вот, поэтому инструмент тоже рекомендуем использовать. Так, что еще? Ну, распределение высоких нагрузок, масштабирование. В первую очередь, да, есть рекомендации использовать нашу виртуальную машину. Ну, про нее, наверное, сейчас вряд ли что смогу рассказать. Это такой уж готовый сервер, полностью настроен, протестирован. Его просто надо скачать и использовать его где-то на хостинге, который вы будете использовать. Мы рекомендуем очень пользоваться именно нашей такой готовой, настроенной виртуальной машиной. Что касается визуального масштабирования проекта. Есть специальный инструмент, который помогает какие-то отдельные части вашего сайта, так, там, грубо говоря, перераспределять их на другие сервера. Вот. У меня сейчас не запустится это, наверное. Потому что здесь ничего не настраивал. Ну, не знаю, если кому-то это отдельно интересно, то напишите. Так, пока не вижу никаких вопросов. А на самом деле пора бы их уже задавать, потому что, ну, в принципе, что касается безопасности, там, скорости работы, я, наверное, вам уже рассказал. Это так, если вкратце. Давайте пока перейду, посмотрим с вами, как делаются у нас скидки. То есть, на такой, более-менее технической части, перейдем к части такой маркетинговой. Скидки, скидки, скидки у нас в маркетинге. Так, ну, нет вопросов. Давайте тогда попробуем создать какую-то самую простую скидку. Мы зашли в раздел маркетинг, товарный маркетинг, скидки на товар. И давайте создадим какую-то скидку. Ну, допустим, на 10% название, да, сейчас введем 10% на обувь. Это скидка, которая будет у нас работать для... У меня есть несколько магазинов установленных, а мы сейчас находим... Ну, у меня тот, который рабочий, и тот, который самый первый, тот на сайт по умолчанию. Да. Период активности. Мы здесь можем сразу задать, да, ну, например, если у нас эта скидка будет только в декабре, то мы, конечно, укажем интервал, то, что это, там, с 1 декабря, с 0 до 31 декабря. Таким вот образом, да. Ну, у нас сейчас будет пускай не интервал, просто поставим без ограничения. Тип скидки. В процентах. Либо в процентах, либо фиксированная сумма, да, например, там, скидка 500 рублей, либо устанавливаем цену на товар какой-то. И давайте оставлю в процентах, мне кажется, самое интересное. И мы, как указали, уже 10%. 10% скидка. Валюта скидки. Если мы используем несколько валют, да, ну, указываем, какой будет валюта. У нас рубли. Мы все в рублях подаем. Максимальная сумма скидки. Мы оставим без изменений. Максимальная сумма скидки, так, без изменений. Ноль, неограниченно. Применяется ли данная скидка по длению подписки? Ну, это если для товаров, которые, да, там, подписки продаются. Мы это не будем сейчас трогать. У нас здесь магазин одежды и обуви. У нас обувь по подписке явно не продается. Приоритет применимости скидки. Если у нас несколько скидок, и мы хотим, чтобы эти скидки друг с другом каким-то образом взаимодействовали, добавлялись или, наоборот, не перекрывали друг друга, да, чтобы только одна применялась. Это настраивается как раз здесь. Приоритетом применимости. Чем выше этот приоритет, тем первые скидки применятся. По-моему, так, вот, честно говоря, не помню, могу ошибаться. Ну, по-моему, чем выше приоритет, тем первее надо примениться. И указываем, прекратить дальнейшее применение скидок или нет, да, ставим эту галку или убираем ее. Для чего это надо? Вот это как раз тот случай, когда у нас несколько скидок. И мы хотим, например, чтобы у нас там, если человек получил скидку, ну, допустим, у нас вторая скидка будет рабочая тоже 20%, и третья скидка 30%. Но мы будем считать, что если человек получил скидку 20%, то на 30% он уже скидку не имеет, да. Ну, эту галку когда здесь поставим. Прекратить дальнейшее применение скидок. Краткое описание скидки. Ну, если у вас большой интернет-магазин, даже если небольшой, если у вас много скидок, я рекомендую указывать здесь в описании скидок, потому что могут быть какие-то нюансы. Сразу прописывать название акции. Ну, для чего это надо? Если какой-то другой менеджер вашего интернет-магазина, да, зайдет в раздел скидки, чтобы было понятно, что это за скидка, почему она предоставляется и так далее. Условия скидки. Здесь мы можем прописать условия, при которых у нас эта скидка сработает. Ну, у нас условия, называется скидка 10% на обувь, поэтому условия мы прописываем, что раздел, в котором находятся товары, равен. И сейчас мы выберем этот раздел. Допустим, мы хотим сделать скидку на всю обувь, кроме какого-то одного товара. И тогда укажем поле товар. Давайте, да, такую хитрую сделаем скидку. О, даже для... давайте вот так сделаем. Не товар, а тоже раздел будет. Для всей обуви, кроме тапочек. Вот так вот. И поле раздел не равно тапочки. Указываем ограничения, для каких групп пользователей могут эти скидки работать, для каких не могут. Ну, если мы ничего не выделили, то подразумевается, что для всех групп сработает эта скидка. И типа цен, которым данная скидка применится. Ну, если у вас малый бизнес редакции, то у вас только один тип цены. Если бизнес, то вы можете использовать несколько типов цен. Например, у меня есть базовая цена, есть оптовая. Опять же, я ничего не отмечаю здесь, то для всех типов цен будет. И купоны. Пока не будем трогать купоны, давайте нажмем просто применить. У нас сейчас эта скидка сработает уже без купонов. Да, она активна. Я проверил галочку. И давайте пройду сюда, в раздел обувь. И посмотрим сейчас с вами. Сработали наши скидки. Да, смотрите, да, появился кружочек. Скидка. А, штаны полосатый рейс. Ну, это потому что во время экспериментов я засунул штаны в раздел, добавил то, что это штаны. Давайте, кстати, сразу это изменю. Штаны мне попали тоже в раздел обуви. Это нормально, это не баг. Сейчас мы это уберем. Разделы, вот они у меня, видите, в обуви лежат, в корне. Итак, мы видим, что 10% у нас появилось на все товары, кроме тапочек. Да, как мы и планировали. Это тоже какой-то товар лежит, он тоже в тапочках, тоже тестовый. Вот, таким образом сработала скидка. Что мы еще можем сделать? Вот, если мы создали скидку и применили ее без создания каких-то купонов, то она сразу начинает срабатывать по всем тем условиям, которые мы прописали. Тут, кстати, тоже, да, такой, можно такие логические операторы применять. И, в принципе, скидки настраивать достаточно сложные. Ну, достаточно просто их настраивать. Вот. Я хотел бы обратить на этот момент внимание по созданию купонов. Если вы заводите новую скидку, ну, я советую вот эту, если это скидка по купонам, вот эту галку не ставить активность. То есть, сначала создать скидку, потом создать купоны и только потом активировать его. С чем это связано? Если мы не создали купоны, то скидка сразу начинает работать, да, если мы ставим галку активно. Вот. И купоны – это возможность сделать такую персональную скидку. То есть, это может быть и многоразовые купоны, и купон на один заказ, и купон на одну позицию заказа. И, в принципе, как какой-то персональный купон, который мы дадим только одному человеку, так и купон, например, который мы разошлем по нашей рассылке, и данную, например, на Новый год. И у нас данную скидку смогут получить только те, кто этот купон получит по почте. Конечно, они мы смогут скопировать, передать каким-то другим пользователям, может, даже не пользователям, а просто друзьям знакомым, которые тоже смогут использовать эту скидку. Если мы, конечно, в условиях этой скидки не прописали, что группа пользователей только зарегистрированные посетители. Ну вот. Давайте сейчас сделаем, вот я сделал, да, купон на один заказ. У меня есть такой купончик. И смотрите, я опять возвращаюсь в каталог обувь, обновлю сейчас страничку. И вижу, что у меня скидки пропали. Теперь давайте я попробую, да, добавлю в корзину тапочки. И добавлю, не знаю, туфли. Перейду сейчас в корзину и попробую применить этот купон. У меня есть еще нижнее белье. Ну, давайте. Смотрите. На нижнее белье на платье у меня цены не изменились. И на тапочки тоже, да, потому что у нас в условиях прописано, что на тапочке эта скидка не сработает. А вот на туфле у меня применилась скидка 10%. Да, и дальше я уже могу оформлять заказ с учетом этой скидки. Вот точно таким же образом настраиваются и, например, правила работы с корзиной. Да, ну вот, например, подарки в корзине. Уже заведено такое правило. Давайте посмотрим готовое. Ну, немножко здесь по-другому это выглядит. Тут какие-то действия мы можем выбирать. Например, там, сделать бесплатную доставку или сделать там наценку какую-то. Ну, в данном случае, вот, пример это подарки в корзине, да. Действия какие? У нас действия предоставить подарок. Можем будет другое действие выбрать, да, например, изменить стоимость доставки или изменить стоимость товара в корзине. Ну, вот выбрали предоставить подарок. Любой из этих подарков мы точно так же заполняем, какие товары мы можем предоставить в подарок. И дополнительные условия. Количество позиций должно быть каким? А, у нас при покупке любого товара, получается, количество позиций в корзине удовлетворяющее всем условиям. Количество позиций равно один, то есть какой-то один товар должен быть. И какие-то товары, которые мы в подарок предоставляем, тоже здесь указаны. Вот таким образом все это дело работает. Так, ну-ка, что просят? Персональную скидку, чтобы она не суммировалась с общей скидкой магазина. Мария, мы, по-моему, с вами по скайпу общались. Можете мне постучаться, да? Прямо вместе с вами настроим. Это, на самом деле, очень быстро будет делать. Вы хотите разовую скидку или как? Ну, давайте, наверное, отдельно ваш вопрос все-таки решим. Ну, вот вообще, без проблем. Настроим все. Так. Ну, наверное, у меня пока на этом все. Давайте я сейчас передам слово Антону. Вы можете пока писать свои вопросы. Здесь в разделе «Questions» мне. Антон, я переключаю. Видно и, наверное, должно быть услышно. Да, я уже слышу. Ага, супер. Давайте тогда начнем. Представлюсь. Меня зовут Антон Кузнецов. Я представляю учебный центр «Бестранг». Мы занимаемся обучением платформы 1S Bitrix, соответственно. Все, что касается и разработки, и пользования продуктом. До этого мы занимались разработкой сайтов. И на этом этапе мы, соответственно, работали много и с готовыми решениями, и делали индивидуальные решения. И накопился некий такой опыт, да, которым я с вами сегодня поделюсь. И расскажу, как выбрать готовый интернет-магазин из маркетплейса, чтобы избежать дальнейших проблем с его работой. И начнем мы с того, что такое маркетплейс. Может быть, кто-то этого не знает, поэтому в двух словах я расскажу. Маркетплейс – это магазин готовых решений для платформы 1S Bitrix. Он расположен по отдельному адресу marketplace.1SBitrix.ru и также он доступен в админке вашего сайта на Битриксе. Это в левом меню раздел «Маркетплейс». Там также полноценный каталог есть. В маркетплейсе на данный момент опубликовано свыше 2000 готовых уже решений, это как полностью готовые к работе сайты и интернет-магазины, так и отдельные модули, какие-то компоненты, которые упрощают жизнь либо администратору, либо пользователю. Здесь можно провести вообще в маркетплейсе аналогию с сторами App Store, Google Play. То есть когда вы на свой телефон ставите приложение, здесь вы ставите приложение на свой сайт. 2000 готовых решений уже содержатся, да, как я сказал. Из них именно интернет-магазинов готовых, я вчера специально посмотрел, 325. То есть где-то 1,5 решений, да, это готовые интернет-магазины. Устанавливается каждое решение в один клик. Достаточно зайти в карточку, нажать кнопку «Установить». После этого вы вводите адрес своего сайта, открывается ваша админка, где вы принимаете лицензионное соглашение, и у вас запускается уже мастер установки. Если решение оплатное, то вы оформляете заказ на сайте маркетплейса, вам на электронную почту приходит электронный ключ, который вы также в своей админке в разделе «Маркетплейс» активация купона вводите, и после этого у вас также стандартный мастер запускается. Большинство решений, если говорить именно о готовых интернет-магазинах, они платные, но даже платные решения всегда можно посмотреть демонстационную версию, и очень часто предоставляется демо-период, когда вы можете на свой сайт уже поставить интернет-магазин, попробовать заполнить его товарами, поиграться с настройками, посмотреть, как он будет себя вести. Так, это было у нас про «Маркетплейс». Зачем вообще имеет смысл использовать готовые решения? В каком случае лучше выбрать что-то готовое, а не заказывать на индивидуальную разработку? Ну, во-первых, когда вы используете готовые решения, у вас будет гораздо ниже стоимость запуска. Стоимость запуска интернет-магазина, ну, такого типового, да, с типовой структурой, с индивидуальным дизайном, стоит где-то от 250 тысяч, и там верхней планки практически нет. Зависит от многих факторов, да, и от крутизной студии, от бренда, от региона, то есть факторов много, но вот средняя от 105, о, и от 250, это только начало. Стоимость запуска интернет-магазина на готовом решении с «Маркетплейса» вы можете уложиться где-то в 70 тысяч, то есть 39 тысяч вы заплатите за лицензию, малый бизнес, да, для примера, подешевле возьмем, и 20-25 тысяч – это средняя стоимость готового магазина уже в «Маркетплейсе». Есть и бесплатные, есть и дешевые, есть и дорогие, да, 100 плюс тысяч, но средний, да, ценовый диапазон – это все-таки 20-25 тысяч, вот, и вы получаете уже полностью готовый к работе интернет-магазин. Второе преимущество – это скорость запуска. Если интернет-магазин с индивидуальным дизайном вы будете запускать минимум полгода, учитывая все правки различные, правки по дизайну, правки по верстку, какие-то ошибки при программировании, очень часто эти сроки затягиваются и на год, и на полтора, и на два. Были такие случаи, то есть это веб-разработки, да, это повсюду, то есть сроки срывают все, и небольшие компании, и большие известные компании, то есть, ну, есть такая проблема на рынке. Здесь же вы готовый интернет-магазин разворачиваете, ну, разворачивается он вообще за 15-20 минут, еще какое-то время вы потратите на его настройку, да, на выборку цветовой схемы, расположение блоков, и, там, несколько дней, да, на наполнение своими товарами. Ну, и опять же, да, если у вас товары уже хранятся в каком-нибудь виде, это может быть прайс-лист в формате, там, Excel, да, либо в формате CSV, вы можете его на сайт просто импортировать, либо, если, там, у вас есть 1С, да, ну, то же самое, из 1С можете товары уже загрузить. И последнее преимущество – это прогнозируемый результат, потому что перед покупкой готового магазина вы видите, вы видите, что вы получите в итоге. То есть вы можете посмотреть ту же самую демонстрационную версию, походить, увидеть интернет-магазин своими глазами клиента, сразу подметить какие-то функции, которые вам нравятся, какие-то, которые не нравятся, узнать, можно, там, это отключить, или потребуется какая-то доработка. То есть вы видите, как будет выглядеть ваш интернет-магазин. Случай с индивидуальной разработкой, вам сначала несколько месяцев рисует дизайн, только после этого вы его видите, начинаете утверждать, начинается перекрашивание кнопок, вы понимаете, что вот этот блок здесь не нужен, идет какой-то ряд правок. После того, как дизайн согласовали, начинается верстка, верстальщики что-то сверстали там не так, этот блок, например, должен был всплывать по наведению, всплывает по книгу, опять начинаются правки. И дальше там при программировании тоже, должна была быть одна логика, а другая, кто-то кого-то недопонял, недопоняли ТЗ. В итоге, ну, получается не то, что ожидали. И впервые, да, вы увидите в более-менее в каком-то работоспособном виде свой интернет-магазин, там, не раньше, чем через полгода. Вот, в отличие от готового магазина. Ну, надеюсь, убедил, да, что это здорово запускаться на готовом магазине. А, причем, когда вы выбираете такое вот готовое решение, вы не обязаны, да, как бы с ним жить там уже всю дальнейшую жизнь. В своем опыте, да, у нас было несколько клиентов, которые на запуске выбирали именно готовое решение. Был клиент, который даже запускался на стандартном вот этом магазине, который входит в поставку 1S-Bitrix. Сейчас это интернет-магазин одежды. Раньше, вот если давно, может быть, кто-то работал с платформой, знает, что раньше там был типовой интернет-магазин мебель. Вот, и у нас клиент запускался с этого интернет-магазина, там, через несколько месяцев, да, там, первый год, наверное, он заказывал какие-то доработки, то есть поменять один блок, поменять второй блок, поменять третий. И через год или через полтора он заказал уже полностью индивидуальный дизайн. Вот, также некоторые клиенты, да, которые запускались там с готовыми такими решениями, сразу заказывали пастомизацию под себя. Вот, сейчас многие решения не настраиваются, да, когда это все только стартовало, да, они гибко так не настраивались, ну, можно было заказать доработку. То есть готовый интернет-магазин – это обыкновенный шаблон на Bitrix, который вы можете под себя как угодно уже адаптировать. Какие виды готовых магазинов бывают? Ну, я условно, да, так их разделил на три вида. Первый вид – это тематические. Это значит, что интернет-магазин, шаблон адаптирован под какую-нибудь тематику и включает в себя какие-то блоки, какие-то компоненты, которые нужны только для работы в этой тематике. Вот такой яркий пример тематических интернет-магазинов – это автомобильные интернет-магазины. Ну, и для примера, да, интернет-магазин шин и дисков. Там какая особенность в такой тематике, что там должен быть фильтр, ну, который отличается от большинства интернет-магазинов. То есть там в фильтре должен учитываться размер, диаметр, толщина. Мы сейчас с вами до практики когда дойдем, да, я еще буду показывать, я покажу, в общем, там особенности. Вот, то есть там умный фильтр уже работает немножко по-другому, чем у всех остальных магазинов. Там также интернет-магазин, например, продуктов. Там идет уже, что продукты у нас продаются не по штукам, да, очень часто продаются там литрами, пачками, чем-то еще. То есть там вот этот вот вес килограммами очень часто, он опять же рассчитывается по-другому, но это опять же такая некая особенность. Вот есть там интернет-магазины, например, товаров для животных, да. Там каким-то функционалом они обычно не отличаются, но они отличаются шаблонами, там иконки какие-нибудь в виде зверушек, там шапки какие-нибудь, картинки зверушек, там блоки, которые рекламируют там услуги, например, там парикмахеров звериных, что-то такое. То есть шаблон заточен уже под какую-то определенную тематику. Вы его устанавливаете, наполняете просто своими товарами и начинаете работать. Второй вид магазинов – это универсальный. Эти шаблоны обычно не выделяются какими-то такими специфичными картинками, то есть там нет изображения машин, изображения животных, изображения какой-то одежды. Они просто шаблон какого-нибудь цвета, да, такой строгий. И вы уже можете наполнить такой интернет-магазин абсолютно любыми товарами, настроить под себя все фильтры, все блоки и начать уже запустить, да, начать продавать. И в отдельную категорию, да, я вынес, вот назвал ее псевдо-магазины. Что это такое? Вот первые две, да, я подразумевал, что решение, оно устанавливается на платформу 1С-Битрикс редакции «Малый бизнес» и редакции «Бизнес». То есть редакции, в которых уже есть интернет-магазин, есть там возможность обработки заказов, модуль каталога, модуль скидок. Онлайн-оплата, доставка, то есть все-все-все, да, для нормальной работы магазина. За последние пару лет, наверное, в Marketplace также появилось много псевдо-магазинов так называемых. Эти решения можно поставить на любую редакцию, начиная с редакции «Старт». То есть редакция «Старт-стандарт», на первый сайт, по-моему, мало кто поддерживает, потому что там ограничения по количеству инфоблоков, ну, два инфоблока это все-таки мало. На «Старт-стандарт», то есть на редакции без интернет-магазина запросто встают эти решения, и там разработчики делают, ну, в админ свой раздел, да, в который там будут падать заказы, прикручивают какую-то простенькую форму оплаты, прикручивают какой-то там делают инфоблок, да, в который будут падать заказы, информация там по доставке. То есть, ну, такой неполноценный, да, вот без всех профессиональных инструментов, которые есть в платформе «Один из Битрикс», а просто там замены в виде инфоблоков, либо в виде каких-то своих самописных решений. Вот, ну, единственное, на мой взгляд, преимущество таких вот магазинов – это их цена. То есть в таком случае вы магазин можете запустить всего там, ну, редакцию «Старт», да, например, приобрести она стоит там 4900, если я правильно помню, и стоимость такого псевдомагазина, да, будет там еще 1010, например, 15-20 тысяч, можете запустить уже в интернет-магазин и начать продавать свои товары. Такие решения тоже есть, ну, на практике сейчас, я думаю, с вами найдем, посмотрим. На что же обратить внимание при выборе интернет-магазина в маркетплейсе? Ну, первое, естественно, это рейтинг магазина. За каждое решение в маркетплейсе покупатели могут голосовать, оценивать его по пятибалльной шкале, и в списке, да, в различных разделах вы видите уже решения, отсортированные по рейтингу. Вот, соответственно, те, которые вверху, они, как правило, лучше у них и отзывы, хорошие и по функциональности. То есть, ну, по моему опыту, да, рейтинг, он очень релевантен. То есть там действительно наверху оказались хорошие решения. Следующее, на что обращаем внимание, это отзывы покупателей. Отзывы покупателей – это отдельная вкладка в карточке решения, и туда пишут какие-то отзывы люди, которые именно приобрели данное решение. То есть они действительно оформили заказ, оплатили его, установили и полили. То есть это реальные покупатели данного решения. Вот, там вы всегда тоже можете посмотреть, как человек оценил данное решение, и почитать какой-то текстовый отзыв. Вот, и очень часто на эти отзывы, если он там, например, критикует, да, то очень часто туда приходят представители компании-разработчика, и проблемы какие-то решают. Следующее, на что обращаем внимание, это обсуждение покупателей. Обсуждение – это отдельная вкладка. И, ну, так получилось, да, что вот вкладка «Отзывы покупателей», она появилась немножко позже, чем вкладка «Обсуждение покупателей». И раньше все взаимодействие там с разработчиком, да, и все комментарии, они сыпались на вкладку «Обсуждение». Соответственно, если решение там разработано давно, да, то часть отзывов идет на вкладке «Обсуждение покупателей». Вот, для новых, да, которые публиковались уже после того, как появилась вкладка «Отзывы», ну, они идут на ней, но при этом на вкладке «Обсуждение» очень часто задают какие-то вопросы, и вы можете оценить, насколько быстро, например, разработчик отвечает на эти вопросы, как он отвечает, то есть вы можете оценить просто адекватность разработчика, да, посмотреть, как он решает проблему. Вот, если там вы видите, что был задан вопрос, и на него там в течение месяца, например, никто так и не ответил, да, то, ну, наверное, если у вас какая-то проблема возникнет, да, то это тоже такой звоночек, что вам также долго будут отвечать. Следующее, что смотрим, это информация о технической поддержке. Это, опять же, отдельная вкладка в карточке решения. На нее обычно пишут, каким способом вы можете связаться с разработчиком для устояния проблем. Вот, опять же, смотрите, чтобы, ну, как можно более полной была информация. Некоторые компании туда пишут телефон, некоторые пишут только e-mail. Ну, соответственно, понятно, да, если разработчик указал только e-mail, вы туда пишете, они запросто могут там просмотреть, там, может попасть в спам, что-то еще. Те, кто занимается профессионально, да, разработкой решений, а есть, я как минимум знаю, да, три компании, у которых разработка вот таких вот решений, это основное направление деятельности. Они к технической поддержке, да, подходят уже профессионально. То есть у них есть какая-то система внутренняя, в которой вы регистрируетесь, вы можете создать обращение свое, оно будет обрабатываться в соответствии с SLA, то есть вам гарантируют, да, там, реакцию на обращение, например, в течение суток, а вы можете там потом оценить, как вам помогли или нет. То есть, ну, такая полностью уже построена техническая поддержка. Причем она идет либо там в личном кабинете, также по электронной почте, по телефону полностью прописаны все регламенты. То есть, ну, такой профессиональный подход. Вот это, естественно, тоже плюс, чем просто, когда указывается e-mail. Дальше обратите внимание на документацию и обучающие материалы. Не самый тоже такой важный аспект, но будет плюсом, если они есть. Вот опять же, да, компании, которые занимаются профессиональной разработкой решений, они делают и видеокурсы по установке их решений, по настройке их решений, и очень часто проводят обучающие вебинары, многие делают в текстовом виде какие-то инструкции. Вот, ну, то есть, все вопросы, да, которые у вас возникнут, очень часто можно подчеркнуть ответы из вот такой вот документации обучающих материалов. Вот, то есть, не все это делают, да, вот в основном это делают, кто профессионально занимается, и, ну, это, несомненно, плюс. Следующее, на что обращаем внимание, это поддержка штатных возможностей 1S Bittrex. Bittrex постоянно выпускает какие-то новые штуки, да, там, два года назад вышел композитный сайт, недавно вот буквально вышел автокомпозит, когда не надо дополнительно ничего настраивать. Выходит, постоянно вышли там за последнее время модули e-mail маркетинга, да, который позволяет продвинутые e-mail рассылки делать. Ну, много-много разных новых инструментов выходит. И посмотрите обязательно, чтобы эти инструменты поддерживались, ну, в решении данного разработчика. Вот, потому что, ну, такой вот, да, пример, который мне вот сходу пришел в голову, модуль e-mail маркетинга, он вышел, ну, примерно год, по-моему, да, год назад он вышел. Но в некоторых решениях до сих пор, если в шаблоне есть форма подписки, то человек, когда заполняет e-mail адрес свой, да, нажимает подписаться, то эта информация уходит в старый модуль. То есть был старый модуль рассылки, который не позволял там ни красивые шаблоны, ни аналитику никакой. Вот, и решение до сих пор работает с ним. Вот, если разработчик там потрудился, да, выпустил обновление, перевел этот функционал на новый уже модуль e-mail маркетинга, ну, то это плюс. Вот, поэтому тоже смотрите, очень часто в описании решения указывают, какие возможности, да, поддерживаются в данном решении. Следующее, на что смотрим, ну, актуально для тех, кто решение будет устанавливать не сам, а кто работает с разработчиком, попросите разработчика просто порекомендовать вам какие-то решения. То есть разработчики почти все, да, работали с теми или иными решениями, они видели их изнутри, да, то есть они видели не только маркетинговые какие-то вот эти вот рассказы, маркетинговые картинки, да, а они устанавливали, они работали, там, если делали доработки, да, делали, точнее, работали с кодом, они видят, как решение сделано вот с точки зрения программирования уже. Вот, потому что красивая картинка, там, красивый функционал это одно, да, но бывает, там, наворочена какая-то ерунда с точки зрения программирования, да, и при обновлении Bittrex у вас магазин просто ломается, да, потому что там разработчики, например, хранили какой-то в шаблон системные папки. Вот, и все разработчики, да, которые уже делали сайт на готовых решениях, у них есть там некая база, да, решения, которых они могут рекомендовать, да, вот у меня, например, есть несколько любимых решений, которые я клиентам рекомендую. Если вы готовый магазин устанавливаете сами, да, не обращаетесь к разработчикам, то обратите внимание на возможность настройки решения. Ну, актуально, да, чтобы вам было проще при помощи, там, визуального редактора какие-то действия делать. Очень часто есть какая-то панель, она может быть в админке, она может быть на сайте, где вы можете выбрать цветовую схему, вы можете выбрать расположение блоков, вы можете выбрать ширину макета, вы можете выбрать вид умного пилитра, горизонтальный, вертикальный. Если вы делаете сами, да, вам нужно, чтобы как можно больше вот таких вот вещей настраивалось через визуальный редактор, ну, чтобы вам было проще и не приходилось там привлекать программиста. Следующее, на что стоит обратить внимание, это регулярность обновлений. Ну, тоже, да, чем чаще, чем выходит обновление, значит, там, разработчик работает над данным решением, развивает его, устраняет ошибки, внедряет новый функционал. Регулярность обновлений можно посмотреть на соответствующей вкладке, она так и называется, обновление, там вы видите по датам, когда какое обновление выходило и что в этом обновлении изменялось. И последнее, да, на что можно обратить внимание, это дополнительные услуги. Очень часто компании-разработчики готовых решений при покупке решения через них предоставляют какие-нибудь дополнительные услуги. То есть, кто-то дает, например, скидку на хортик, да, кто-то дает там домик, подарок, кто-то дает какие-то дополнительные модули, да, к своему решению. То есть, например, у компании есть модуль, да, который облегчает работу администратора, и если вы там покупаете у них готовый интернет-магазин, они вам этот модуль дают в подарок. Кто-то свое решение устанавливает бесплатно. То есть, вы приобрели решение, да, отправляете разработчику просто доступ к своему хвостному, к своему домену, они вам свое решение разворачивают бесплатно. Кто-то предоставляет несколько часов технической поддержки, да, при покупке решения. То есть, вы купили, опять же, магазин, сами его развернули, потом появилась задачка, как какой-нибудь блок переделать. Вот, и у вас уже есть, например, 5 часов технической поддержки, вы идете просто в компанию разработчика, и, ну, они вам делают это бесплатно. То есть, обязательно тоже посмотрите, изучите сайт разработчика, посмотрите, какие у них, возможно, там, скидки, специальные предложения при покупке решений. Некоторые, кстати, вот я знаю, тоже из дополнительных услуг дают решение даже в подарок при покупке у них лицензии Bittrex. То есть, есть разработчики, да, которые говорят, что если вы у нас покупаете, например, редакцию один из Bittrex управления сайтом бизнес, то мы вам в подарок родим, там, интернет-магазин, ну, вот такой вот какой-нибудь. То есть, есть и такие предложения, поэтому, ну, обязательно ходите, обязательно изучайте это все. Вот, но это вот основные моменты, да, которые я накопил за время работы свою вот с различными готовыми решениями. Ну, и дальше вот слайд, да, я что-то вынес цитату из программы, что подразумевался обзор нескольких решений из разных тематик. Эту презентацию у меня, я ее рассказывал уже, рассказывал достаточно давно. Вчера я ее достал, чтобы посмотреть. Здесь было у меня дальше несколько слайдов, да, на которых я рассказывал, там, по-моему, 5 или 7 интернет-магазинов, которые мне нравятся, я рассматривал их преимущества. Но презентация была старая, да, все решения давно уже изменились, там даже старые скриншоты были, изменились цены. Поэтому я решил новые не добавлять, а просто мы с вами сейчас, я открою браузер, и мы с вами прямо на сайте Marketplace и посмотрим вживую по всем вот этим вот, на что обратить внимание. Да, несколько решений я выберу и покажу. Вот такой немножко интерактив. У меня уже открыт сайт Marketplace в адресной строке, да, видите, как я говорил, marketplace.1sbitrix.ru, и вот у нас на главной вынесены какие-то новинки, и слева есть меню, рубрикатор. Все интернет-магазины находятся в разделе «Готовые интернет-магазины». Дальше они бьются по тематикам, выделены самые крупные тематики, да, автомобильная, бытовая техника, электроника, детские товары, мебель, одежда, ну, все, которые есть. Если кликаем просто по интернет-магазинам, то у нас все решения просто без рубрикатора показываются на одной страничке. Сверху сразу обратите внимание, по умолчанию у нас выставлена сортировка по популярности, по популярности, по обыванию. Соответственно, самые популярные интернет-магазины, они находятся сверху. Ну, на первом месте идет, естественно, интернет-магазин одежды, который идет из коробки с платформы 1sbitrix. Ну, и дальше идут решения различных тематик. Ну, и для примера, да, давайте посмотрим. Первый, который после бюдрикса идет, это интернет-магазин Market, адаптивный интернет-магазин. Видим, да, что он стоит 19 900, но до 30 октября действует скидка, и данное решение вы можете приобрести за 13 930 рублей. Сразу при покупке вы можете, если у вас редакции бизнес нет, вам предлагается ее добавить. То есть вот такой вот интернет-магазин с редакцией «Малый бизнес» вам обойдется всего в 49 830 рублей. Добавим сюда хостинг-домен, да, и за 50 тысяч, да, за 50 клиентов где-то, мы получаем полностью готовый интернет-магазин. Выглядеть он будет следующим образом. Да, мы видим, что он адаптивный у нас, корректно отображается и на широкоформатных мониторах, на iPad, на iPhone, ну, на мобильных устройствах. Видим, что он гибко настраиваемый, да, есть бесконечное количество цветовых схем, когда мы можем не какую-то одну, да, абсолютно любой цвет задать. Настраивается меню, баннеры, размещение корзины. Это вот то, что у меня было в слайде, возможности настройки решения идут. Да, сразу на промо-страничке показывается, как его можно настраивать, что в нем есть. Вот, видим, что три вида каталога товаров выводятся, да, там, плиткой, списком, табличкой. Пользователи это могут переключать. Скриншот карточки, ну, скриншот корзины. То есть очень такие подробные скриншоты, да, на которых вы можете увидеть, что вы в итоге получите. Кроме этого, скриншоты скриншотами, да, но хочется посмотреть, потрогать это руками, в данном решении есть онлайн-демо. Нажимаем кнопку, у нас открывается демонстрационный сайт, в котором мы видим уже вот то, что мы получим при покупке. То есть если мы оформляем заказ на это решение, то вот один в один интернет-магазин мы с вами получим. Вот, можем по нему походить, зайти в каталог. Вот, вот этот вот магазин, да, несмотря на то, что он, у него здесь, если мы посмотрим, да, вот тут тенты-палатки, рюкзаки, ну, какая-то такая туристическая вещь, да, туристическое снаряжение, он является универсальным. То есть, видите, у него такая оберченная цветовая схема, у него нет, кроме товара, да, никаких отсылок там к тематике, да, нет ни кошечек, ни шин, дисков, ничего такого. То есть это универсальный интернет-магазин. Вот так вот выглядит каталог, да, карточка товара. То есть можем по нему походить, посмотреть, есть избранное, есть сравнение, поиск, есть какие-то вспомогательные странички, да, это страничка брендов, страничка вопрос-ответ, страничка со статьями, статичные страницы с описанием доставки оплаты. Также здесь мы можем посмотреть, как он настраивается, да, на интернет-магазин, да, настройки решения. Это вот то, что я говорил, да, вариант из публичной части. Вот, мы видим, что можем цветовую схему изменить. У нас сразу после выбора перезагружается... Так, давайте я сейчас верну. Меняется цветовая схема. Можем выбрать абсолютно любой цвет, да, вот то, что заявлено у разработчиков. Сделать его черным, да, например. Видите, у нас все перекрасилось сразу. Верхний баннер, вот этот, вот этот, можем выбрать, сейчас он у нас по ширине окна, мы можем сделать его узким, например. Видите, в один клик у меня происходит перенастройка шаблона уже. Можем поменять шапку сайта. Там была светлая, да, вот стала, например, цвет цветовой схемы. Там есть вот такой вот вариант с большим поиском. Есть такой вот вариант. Меню, да, видите, меняется. Такое вот есть. Вот корзину тоже. Корзина у нас сейчас находится в шапке. Так, сейчас у нас стоит летающая, да, вот она, летающая, потому что прикреплена к правой части экрана. Можем перенести ее в шапку, да, например. Вот она у нас оказывается таким вот образом. Вот режим, ну, все настройки, да, вот, которые есть, вы можете прям попробовать поиграться с ними. Вот, у них есть еще, вот я смотрю, кнопка «Посмотреть админку». Сейчас посмотрим. А, ну, демо-доступ. О, да, можно даже посмотреть, получить демо-доступ к сайту. То есть вы увидите, как внутри организованы, какие инфоблоки созданы, какие веб-формы созданы, как там на них настроено представление. То есть посмотреть уже именно админку битрикса, как шток настроено. Вот, ну, всем подряд, да, не дают, естественно, чтобы не скопировали шаблон. Можно запросить демо-доступ у менеджера, то есть вам, наверное, развернут площадку, да, дадут какие-то ограниченные права и ответят на все ваши вопросы. Так, это мы посмотрели с вами демку. Давайте посмотрим вот те моменты, про которые я рассказывал, да, рейтинг магазин. Отзывы, обсуждения, все вот это вот. Ну, рейтинг было видно, да, решение находится на втором месте. У него высокий рейтинг. Рейтинг отображается в карточке также при помощи звездочек, да, видим рейтинг 5 у нас. И дальше идет описание. Здесь мы можем посмотреть количество установок. Ну, тоже, опять же, большое количество установок, да, означает, что решение все-таки качественное. Вынесено, чтобы поддержка композита, да, это вот один из пунктиков, чтобы поддерживали штатные возможности платформы. Ну, вот композит вынесен сюда. Видим поддерживаемые редакции. Ну, для интернет-магазина, естественно, две малые бизнеса, редакция бизнеса. И видим, что он адаптивный. Дальше идет описание. Описание, в котором разработчик рассказывает, что данное решение умеет. Вот, ну, видим, да, что поддерживает адаптивная верстка, поддержка PHP 7, это ускоряет скорость загрузки. В соответствии с стандартом Google Mobile Friendly, то есть, что Google будет лояльнее относиться к вашему сайту. 100 различных вариантов оформления, поддержка торговых предложений, это вот штатная возможность платформы, да. Это полноценная работа с единицами измерения. Видите, подходит для интернет-магазина, да. Если, например, вы стройку будете делать, можете продавать квадратными метрами. Если будете продуктово делать, то килограммами и так далее. То есть, опять же, штатные единицы измерения битрикса, да, здесь поддерживаются. Шаблоны метатегов. Опять же, это штатная возможность, да. В инфоблоке, когда вы создаете товар, есть вкладочка SEO, вы можете задать на ней генерацию метатегов. Описание ключевых слов. Опять же, в данном решении это поддерживается. Поддерживается управление курсами валюты, то же самое, штатная возможность. Различные виды цен, наборы, комплекты. Тоже, видите, вот это то, что я говорю, это вот все про пункт поддержки штатных возможностей 1 из битрикс. Вот они описываются здесь. Бигдата, пульс конверсии, умифильтр, оформление заказа нового, да, на новом ядре переписанная, интеграция с 24-кой. То есть, ну, практически все возможности, которые есть в платформе, в данном решении они уже поддерживаются. То, что я еще здесь вижу, да, пунктик дополнительные услуги, да, вот который у меня идет последний. Если мы посмотрим, с самого верху есть у нас баннер, внимание, акция. Всем покупателям типового решения Аспорт предоставляет скидка 25% на тарифы виртуального хостинга в компании RecDoc при оплате за год. То есть, это как раз-таки идет дополнительная услуга. Вам разработчик предоставляет скидку на услуги хостинга у своих партнеров. Так, что мы видим здесь еще? Что мы видим еще? Ну, хорошее описание очень. Так, ну, последний пункт, да, для партнеров уже, то есть, для их студии, опять же, консультации, техподдержки, все остальное. Давайте перейдем на следующие вкладки, посмотрим отзывы. Отзывы выглядят следующим образом. У каждого отзыва есть оценка в виде звездочек. То есть, покупатель ставит уже оценку и пишет, что понравилось, что не понравилось. Вот, ну, вот здесь видим, да, пять звезд, отличный шаблон, есть инструкция, оперативная служба поддержки, быстро отвечает на все вопросы. Ну, хорошее решение, да, вот плюс дизайн, функционал, простота настройки, простота, простота, наверное, имелась в виду. Неплохая техподдержка. Из недостатков невозможность включения ненужных вам функций, техподдержка отказывается отвечать на вопросы о настройке оплаты за какие-то деньги, сложность доработки под себя. Вот, дальше все нравится, все нравится, хорошее, отличное решение. Ну, вот видите, отрицательных отзывов сейчас походим практически нет. Вот, то есть, все, кто купил, да, они в целом довольны. А, ну, вот один не ставится. Устанавливается решение, ошибка на этапе создания каталогов, чехподдержка молчит третий день. Ну, 31 декабря, как бы ожидаемо, я думаю. Вот, а все остальные отзывы, да, видите, в основном 5 звезд, иногда 4. 23 отзыва, общая оценка 5 баллов. Следующая вкладка обсуждения. Видите, если отзывов у нас всего 23, обсуждения у нас аж 490. Вот, и здесь идет коммуникация с разработчиком. Видите, человек столкнулся с пустыми быстрыми заказами, посоветовали скрыть, и сразу разработчик отвечает, что не смогла зайти в технической поддержке, просит там уточнить номер обращения. Дальше опять решение хорошее, да, видимо, пользовались. То есть, некоторые, кстати, клиенты, да, которые купили, они пишут не в отзывы, а в обсуждениях, потому что в отзывах есть еще модерация. Битрикс моделирует эти все решения. А если нужно просто задать какой-то вопрос, удобнее сделать это, опять же, на вкладке обсуждения. Вот, ну, вот спрашивают, да, какую-то задачку, как сделать. Вот, и разработчики сразу отвечают, что там не получится, потребуется доработка, и предлагают связаться по почте, обсудить возможность доработки. Вот, то есть, очень часто, да, в каких-то подводных камнях можно узнать на вот этой вот вкладке обсуждения. Следующая вкладка, что новое, это та вкладка, на которой можно посмотреть, как часто обновляется данное решение. Ну, вот в данном решении мы видим, да, что последнее обновление было 13 октября, до этого было 20 сентября. 30 августа, то есть, примерно каждые две недели решение дорабатывается. Причем, судя по описанию, да, дорабатывается. Не просто какие-то баги исправляются, а появляются даже новые возможности. Ну, вот в последнее, да, что появилось? Управление функцией заказать обратный звонок, добавлены стили, добавлен компонент подарки. Опять же, видите, да, добавлен компонент подарки от один из битрикс на детальной странице товара и карточки в корзине. Это про поддержку штатных возможностей. Подарки в битрикс появились буквально 2-3 месяца назад, вот, и, видите, они уже подтянули в свой шаблон этот штатный функционал. Подарки, кто не знает, да, настраиваются в скидках. То есть, при создании скидки, да, мы выбираем тип скидки, там, в процентах фиксированная сумма, и там же можно выбрать предоставить подарок. То есть, там, при покупке, например, на сумму до 10 тысяч, от 10 тысяч можно выбрать какой-то товар бесплатный. Вот, то есть, здесь с регулярностью обновлений тоже все хорошо. Вкладка «Установка». Опять же, видите, есть полноценная инструкция по установке решения. Ну, откроем ее в отдельной вкладке. А, видите, здесь даже полноценный курс. То есть, полностью вы можете по нему пройти и почитать, если сами хотите его устанавливать, что и как необходимо делать. Вот. А, ну, из доп.услуг, кстати, да, видите, мы проводим установку сайта на хостинге RedDoc. Возможно, там, разработчик может, как партнеры, да, тоже за вас это сделать. И вкладка «Поддержка». Видите, полностью описан здесь регламент технической поддержки, что необходимо сделать перед обращением службы технической поддержки. Да, там, ознакомиться с документацией, посчитать руководство по решению базы знаний, что многие вопросы уже были отвечены. И каким образом можно задать через форму на сайте и по электронной почте. Вот. Ну, вот, через почту, через форму на сайте, да, возможно, это как раз-таки система какая-то, да, техническая поддержка, в которой ваше обращение фиксируется с всеми SLA, сроками, приоритетами и прочим. Вот. Ну, и сразу пишет, да, что не осуществляется поддержка по телефону Skype, по секрету Telegram и другим мессенджерам. Это на самом деле понятно. Большинство, да, мне кажется, 90% разработчиков не предоставляют техническую поддержку по вот этим вот каналам. Ну, к слову, Bittrex, да, Bittrex тоже предоставляет техническую поддержку через личный кабинет, где вы можете задать обращение, оно будет уже в соответствии по всем правилам обрабатываться. Вот. Мы пробовали звонить там по телефону, да, что-то срочно, но нас попросили создать обращение, единственное, что немножко ускорили обработку его. Вот. Здесь полностью все тоже у нас написано. Вот. Ну, как видим, да, по всем, вот, по тому, что я рассказывал, да, по всем пунктам решения данное выигрывает. Ну, не зря оно на первом месте после Bittrex, на втором. Вернемся в каталог. Я выйду в общий каталог. Ну, из каких решений, да, давайте посмотрим, например, вот интернет-магазин электроинструмента, электросила. Мне просто нравится очень это решение, да, поэтому немножко про него расскажу. Компания ITOP, если я правильно помню, они сейчас тоже занимаются только разработкой готовых решений. Не знаю, надо посмотреть, но, по-моему, от индивидуальной разработки они отказались. Решение интернет-магазина электроинструмента. По названию можно догадаться, да, что это тематическое решение, то есть оно адаптировано под конкретную область, да, под электроинструмент. И если мы посмотрим онлайн-демо, выглядит он следующим образом. Вот такой вот он, то есть каталог у нас. И все товары, да, все их фильтры, они, видите, заточены под электроинструмент. Но на самом деле, хоть это решение и позиционируется как тематическое, оно универсальное. На самом деле оно универсальное, потому что здесь про электроинструмент нам говорит только иконка вот эта вот с молнией в логотипе и на фейл иконке. Во всем остальном, если мы заменим свои электроинструменты на какие-то свои, этот интернет-магазин будет универсальным. На данном решении только наши компании, да, мы разрабатывали там порядка 5-7 проектов. Мы из него делали и интернет-магазин цветов, и интернет-магазин косметики, и интернет-магазин метизов, и интернет-магазин автозапчастей. То есть, несмотря на то, что это магазин электроинструмента, да, на нем можно сделать абсолютно любой сайт. Он достаточно функционален тоже, он настраивается. Справа тоже у нас есть частеренка, да, которая позволяет основные вещи настроить. Мы можем выбрать цветовую схему, так же, как в предыдущем решении, да, поддерживается любой набор цветов. То есть, есть предустановленные какие-то, можно при помощи палитры выбрать свой. Мы можем выбрать фон сайта, да, ну, здесь вот два фона, темный, светлый. Опять же, не обращаясь к разработчикам, да, это все можно менять. Вот, мы, кстати, к слову, все решения внедряли еще, когда только вышла первая версия электросилы. Все цветовые схемы мы переделывали сами. Вот, ну и, кстати, вот про отзывчивость, про отзывчивость компании-разработчика. Я тоже скажу два слова по WhitePop. У них очень отзывчивая техподдержка. Во-первых, мы, когда только начиналось это решение, да, мы нашли у них несколько ошибок, сообщили техническую поддержку, они все оперативно исправили. И, поскольку раньше вот не было такой перенастройки цветовой схемы, а нас клиенты просили перекрасить данное решение, мы запрашивали у них PSD-макеты, и они без каких-то проблем прислали нам прям исходники дизайна, в которых наш дизайнер уже картинки перекрасил, ну и мы просто в верстке их потом заменили. Вот, то есть, ну, мое, да, у меня такой позитивный опыт работы с ними. Расположение каталога настраивается, вид каталога, корзина, главный фильтр. То есть, ну, так же, как и в предыдущем решении, да, настраивается оно достаточно гибко. Вот, давайте посмотрим по остальным пунктам, что с ним мы видим. Рейтинг, опять же, хороший, да, оно там в десятку, по-моему, входит. Редакции поддерживают тоже с интернет-магазином «Малый бизнес», редакция «Бизнес», соответственно. Тоже красивое, хорошее промо-описание у них идет. Вот, со всеми скриншотами. Так, установлено более тысячи раз, тоже хорошее решение. Поддерживается адаптивность, поддерживается композит. Поддерживаются стандартные технологии, композитный сайт, Big Data, многосайтовость, тоже плюс, да. Что содержит? Ну, и здесь описание. Описание того, что мы смотрели в Дэнке. Так, возможности настройки. Сео, видите, стандартный робот с TXT поддерживается, опять же, штатные возможности. Видите, генерирование уникальных заголовков, описание, мобайл-прендли тоже. И возможности для редакции «Битрикс», да, видите, для редакции «Бизнес», точнее, поддерживаются различные типы цен, многоскладовость, остатки по различным складам, наборы комплекта, причем даже пример можно посмотреть. То есть, с поддержкой штатных возможностей платформы «Один из Битрикс» тоже у данного решения все хорошо. О, есть даже промо-видео у них, так, ну, с описанием. Отзывы, 49 отзывов, видим общая оценка 5 звезд. Хорошая работа техподдержки, хороший шаблон, придется допиливать, описывают что. Вот, видите, кстати, здесь, на предыдущем решении мы не увидели ни одного ответа разработчика на отзывах, а здесь сразу по вкладке отзывов мы видим подробно по пунктам ответ разработчикам. Это тоже плюс. Три балла, видите, кто-то поставил. Сразу, вот, видите, разработчик опять же отреагировал, да, принято, добавлено в график ближайшего обновления. Вот, то есть оперативно, и причем, да, видите, 13 августа, 16 ответ. Ну, вот здесь вот затянули. 18 августа, да, 8 октября. Ну, ответили, да, и добавили в график, более того. Ну, то есть коммуникация с разработчиком тоже здесь на хорошем уровне. Вкладка обсуждения, опять же, видите, насколько разнятся цифры, да, отзывов 49, обсуждение аж 409. Вот здесь тоже разработчик, если посмотреть, видите, ни один вопрос не оставляет без ответа и подробно на все отвечает. Любопытный глюк, при выводе товара с торговым предложением перестают выводить аксессуары. Вы правы, выйдет небольшой патч, исправленный в версии 3.06. То есть, видите, было 19 сентября сообщение об ошибке, 30 сентября это было уже исправлено. Вот, то есть, опять же, разработчик после продажи решения не забивает на своих клиентов, а оказывает постоянную техническую поддержку. Это, опять же, плюс. Что нового, да, смотрим, насколько часто обновляются данные решения. Последний раз обновлялось 4 октября, до этого 23 сентября, 8 сентября, 30 июля. Ну, то есть, видим, да, последние обновления были там каждую неделю две, да, до этого там был месяц, но пошел май, март, то есть где-то в среднем 1-2, ой, раз в 2-3 месяца выходят какие-то крупные обновления, да, вот, судя по описанию, на, увидите, сколько они всего за раз обновляют. Вот, они, кстати, пишут, как правильно устанавливать обновления, еще тоже, что плюс, что необходимо сделать для корректной установки. Вот, то есть, обновления тоже регулярно делаются в данном решении. Вкладка «Установка» тоже сразу есть рекомендации по хостингу, рекомендации по описанию, точнее, как установить и как дорабатывать, если потребуется необходимость. Потому что не трогаем стандартный стиль и дорабатываем в кастом CSS. И поддержка, то же самое, да, что и у предыдущего разработчика. Есть база популярных вопросов-ответов на сайте support.itop.ru. Да, давайте посмотрим. Ага, тоже, видите, разные области рассмотрены. Установка и наполнение. Такой неплохой, ой, с картинками даже, тоже здоровский сделан. Так, техническая поддержка, оказывается, по системе тикетов. На info.itop пишем, сразу вам приходит отбивка, ну, по опыту, да, рассказываю, приходит отбивка, что ваше обращение зарегистрировано, после того, как кто-то ответил. Ну, все взаимодействие здесь у них осуществляется по посте, по электронной, но все заявки фиксируются у них во внутренней системе. Есть регламент, что 48 часов с момента поступления e-mail. Сразу говорят, что потребуется для решения проблем. И говорят, да, что, какие вопросы решаются. Ну, и дают ссылку на документации и Bittrex, и ссылку, где можно предлагать какие-то новые идеи. Так, это была у нас электросила. Ну, и давайте еще какое-нибудь решение возьмем. Парочку даже, да, давайте покажу, с чем приходилось сталкиваться. Давайте посмотрим решение, такое есть. Алло, Антон, можно вот просят здесь, ну, у нас все-таки тема магазин одежды, что-то из магазина одежды посмотреть. Я помню, там есть несколько решений хороших. Давайте, да, давайте посмотрим тогда прям по тематике готовые интернет-магазины одежда. Так, ну вот, видите, в одежду, да, у нас сразу попадают и универсальные интернет-магазины, в том числе, да, вот Аспора, адаптивный интернет-магазин, который мы рассмотрели, он универсальный, поэтому он здесь тоже есть. Из, опять же, сумки компания Альфа Системс, у них в чем особенность? Они выпускают свои решения линейками, то есть у них есть один шаблон, который они адаптируют под разные тематики. Вот, и если мы посмотрим, да, вот у них таким вот образом выглядит это решение, это интернет-магазин одежды, то есть здесь рубрикатор соответствующий, картинки, товары соответствующие. Но если мы посмотрим в другие решения этого разработчика, видите, у них идет, например, Active Life, Active Pro и, например, Build Pro. Вот я давайте несколько открою. Вот, видите, открыл два других решения, и если мы посмотрим, они выглядят все один в один, так же, как и магазин одежды Fashion Pro. Вот, то есть у них одинаковые структуры шаблона, они, по сути, отличаются только цветовой схемой, цветовой схемой, наполнением, то есть здесь идет контент у нас по одежде, да, видим различные платья, пиджаки, кофточки, в Active Pro идет, там, велосипеды, ролики, форма какая-то, да, там, оружие, велосипеды видим, а в Build Pro идет, ну, соответственно, строительный материал, то есть тут обои, плитка, санфояс, санфояс, техника какая-то, во всем остальном они одинаковые. Вот, это вот компания именно, у них такая стратегия, да, то есть они выпускают какой-то один шаблон и дальше тиражируют его на различные тематики. Они, как каждый вот такой вот тираж, называют серией, если я правильно помню, ну, вот тут вот должно быть у них даже написано. Вот серия, да, вот они в скобках обычно пишут, а, нет, Fashion Pro. Так, 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 ну, вот не вижу, раньше они где-то... А, вот, да, все магазины серии Pro, вот, и здесь вот они сразу ссылками на Marketplace подобраны. То есть есть мебель, одежда, продукты, активный отдых, строим материалы для животных. То есть разные решения на одном шаблоне, и у них вот есть несколько магазинов такой серии. Вот, ну, мы с вами давайте рассмотрим на примере магазина одежды. Я вот с этим решением работал на примере как раз-таки Active Pro, материалы для туризма. Вот, ну, а здесь все то же самое. Вот, начнем опять же с карточки. Так, ну, вот видим, среднее количество звезд всего три, да. Ну, можно... Тут опять же, да, вот какой недостаток, что они сделали один шаблон в разных решениях, то нужно ходить собирать отзывы по разным решениям, потому что, по сути, это все один и тот же шаблон, но отзывы будут в разных местах. Вот, и на конкретно этом решении, да, звездочки три. А если мы, например, посмотрим, вот, давайте, например, интернет-магазин оптовой розничной торговли, да, здесь уже пять звезд. Хотя, если откроем опять же Денку, видите, шаблон-то тот же самый. Вот, то же самое, если взять продукты питания, да, давайте. Видите, у него тоже пять звезд. Вот, поэтому, ну, имеет смысл пройтись по каким-то другим карточкам этого же шаблона, да, чтобы посмотреть. Так, видим картинки. Здесь, в отличие от предыдущих решений, да, нет каких-то вот таких промо-картинок. Есть в основном скриншоты именно интернет-магазина. Вкладка описания. Ну, установлено чуть меньше ста раз, да, 50-99 пишет. Но, опять же, в данном конкретном решении, да, количество установок будет разным. Вот, 10 шаблонов разным, то есть, суммарно, может быть, и будет больше тысячи. Редакции подходящей малой бизнес и бизнес, ну, и поддержка адаптивности, поддержка композитов, что уже хорошо. Дальше идет описание, поддерживается, вот они, опять же, пишут, что новые фишки. Битрикс поддерживается, композитный сайт поддерживается, бигдата, персонализация. Полная поддержка торговых предложений есть, тоже плюс. Интеграция с 1С, фасетный умный фильтр, тоже последний функционал Битрикса. Типы цен поддерживаются, ну, есть техническая поддержка. Так, и есть вот ссылка на подробное описание, да, ну, там, наверное, рассматриваются, давайте посмотрим, рассматриваются какие-то еще отдельные фишечки. Да, тоже вот отдельная промо-страничка у них со всеми преимуществами, описаниями и скриншотами. Так, ну, дальше описание, что можно делать. Описание преимуществ, наборы, комплекты, умный фильтр. Маркетинговые модули, видим, есть, да, товар дня, успей купить, купить в один клик. Полная поддержка торговых предложений, поддержка всех способов оплаты, которые из коробки в Битриксе идут. Композит, три вида каталога, разные типы цен. Сразу предупреждаю, да, что несколько типов цен в редакции бизнес поддерживаются. Складской учет поддерживается. Единицы измерения, опять же, штатные, да, возможности штуки, килограммы, литры. Различные способы доставки. И интерфейс Эрмитаж, когда вы можете товары редактировать прямо из-под личной части. Отзывов всего два. Опять же, всего два на именно вот это вот решение, да, не на сам шаблон, а на магазин одежды. Вот, ну, вот здесь вот ругают разработчика, да. Ругают разработчика, разработчик сразу же на это ответит. Причем, обратите внимание, да, ответ был дан через 15 минут, через 20. Вот, ну, можно, опять же, почитать, сделать вывод. Очень часто отзывы пишут, и клиент, да, перегибает немножко палку. Вот, один отзыв, видим, негативный, да, зато второй хороший, точнее, и человек пишет в догонку, да, еще одно решение. На вкладке обсуждения, опять же, смотрим, какие вопросы задают, и видим, что разработчик оперативно реагирует. Да, причем, обратите внимание, скорость реакции 29 июля 15.05, 15.07 был дан ответ через 2 минуты. 30 апреля 6.45, 9 через 2 часа был дан ответ. Ну, то же самое и ниже, да, то есть здесь уже очень хорошо построено взаимодействие с клиентами, ни один вопрос не остался без ответа. Смотрим, что нового, да, регулярность обновлений, обновления последние, видим, тоже было 4 дня назад, да, 14 октября, видим, что было добавлено. До этого было в сентябре, два обновления аж в один день вышло. 17 сентября, 2 сентября. Ну, то есть, то есть, увидев, да, что решение обновляется достаточно регулярно, причем исправляются как ошибки, так и добавляется новый функционал, и включается поддержка новых технологий. Вот видим, например, шаблон сайта, начал переход на новое ядро DC, там мастер установки перепишется на базе платформы DC. Вот, то есть, тоже с регулярными обновлениями проблем не будет. Установка. Ну, как и в предыдущих решениях, да, есть подробная ссылка, ой, подробная инструкция, точнее, то же самое, да, выложено на отдельной страничке. Давайте посмотрим. А, ну вот видим, да, по всем решениям, по всем модулям здесь идет серия магазинов. Давайте, где найдем она? Вот это, наверное, опыт про. Да, видим тоже в виде учебного курса 1SB, да, построено со скриншотами, со всем, как оно настраивается. Вот, то есть, тоже плюс разработчику. И на вкладке поддержка, да, посмотрим, какой регламент у них. Тоже есть правила обращения. Создаются все обращения в системе поддержки на внешнем сайте, на их сайте, да, RedSign Support. Вот, то же самое, задаем вопрос. Сразу описывают, что входит в бесплатную техподдержку, какая оказывается на платной основе. Видим сразу весь SLA, да, что есть высокий приоритет, какие ошибки попадают под данный приоритет, средний приоритет и низкий приоритет. И сколько, время реакции описано. Время реакции плюс четко прописано, когда работает техподдержка, когда будет дан ответ, например, на обращение, поступившее после 16 часов. Вот, и сразу, ну, время, да, вот, показывается для, там, клиентов из других городов, например, с Новосибирска или с Владивостока, видели, сколько времени сейчас в Москве, в данном случае. Описывается сразу, что необходимо предоставлять для технической поддержки, то есть административного доступа на сайт и FTP-аккаунт. И описывается к режиму работы и как работает техподдержка, что происходит с обращениями, составленными по правилам, что и составленными по правилам, и сразу тоже фильтруют, да, вот они на инструкции, то есть, что, с чем они могут подсказать, с чем они не могут подсказать. Вот, то есть, тоже здесь вопросов не возникает. Вот, ну и давайте по демке, демку еще посмотрим, да, вот в самом начале я не показал про настройки. Тоже решение такое достаточно удачное. Видим сразу рекламные инструменты, да, на главную вот эти вот счетчики сделаны. Вот, таким вот образом выглядит карточка, сверху есть форма обратной связи, корзина, избранное сравнение, то есть, все основные, опять же, возможности, да, вот подписка на новости, все основные возможности поддерживаются. Решение также настраивается визуально, можем выбрать любой понравившийся цвет. Ну, вот здесь вот, да, в отличие от предыдущих решений, здесь настройки немножко поменьше. И сразу, да, вот скажу, с какой сложностью, ну, это не то чтобы сложность, да, такой нюанс, столкнулись мы, да, при внедрении данного решения. Здесь вот, если обратите внимание, если мы в предыдущих решениях выбирали цвет, у нас перезагружалась страничка, шаблон отображался просто в новом цвете. То есть, если в данном решении мы выбираем цвет, нас перекидывает на другое решение. То есть, мы с вами сейчас находимся в Fashion Pro, да, это интернет-магазин одежда у нас, если я выберу, вот, например, синенький шаблон, видите, меня перекидывает на другой адрес, у меня уже автопро. То есть, другое, ну, другое совершенно решение предлагается купить. Вот, выбираем там оранжевый, да, перекидывает на опыт про, ну, поскольку шаблон один и тот же, отличается цветовая схема. И в чем заключался нюанс, да, что мы приобрели решение тогда для клиента, вот, этот Active Pro, да, магазин товаров для активного отдыха, оно было в цветах Аки, а клиент хотел в цвете, в синем. Вот, ну, а мы когда приобретали, мы думали просто через вот этот вот настрой, через мастер настройки, да, вот этот просто выберем нужный цвет. Вот, оказалось, нет, что это отдельное решение, и в поставку включен только одна цветовая схема. Вот, ну, написали разработчик, что вот так и так, нужен другой цвет, можете ли дать цветовую схему. Вот, ну, здесь вот они странно немножко, странная такая у них политика, да, они сказали, что нужна другая цветовая схема, да, покупайте другой шаблон правильный. Вот, ну, мы, естественно, обошлись и без покупки, как бы мы находимся с вами в вебе, да, любой сайт можно посмотреть в режиме исходного кода, соответственно, файл стилей никто не шифрует. Вот, поэтому мы зашли просто в то решение, которое нам нужно, да, в данном случае, там, синее нам нужно было, и скачали просто нужные файл стили с другой цветовой схемой, заменили в нашем решении. Вот, поэтому, ну, тоже, да, вот, кто выберет это решение, имейте в виду, что вот есть такой вот неподводный камень. Вот, во всем остальном, да, здесь все у них достаточно здорово. Так. Так, 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 ну, это вот основные решения, да, вот я смотрю интернет-магазины одежды, другие, вот более подробно, да, какие-то я, наверное, не смогу рассказать, да, потому что я с магазином одежды, да, работаю именно с вот этим решением. С другими не работал. Так, да, наверное, других не было. Вот, и последнее, давайте, наверное, про что расскажу еще. Я в самом начале презентации, да, гиды затронул, затронул так называемый псевдомагазин, а давайте вам покажу один псевдомагазин какой-нибудь. Отфильтровать их достаточно просто. В разделе «Готовые интернет-магазины» выберем вот здесь вот редакцию, выберем «Старт» и «Стандарт», то есть редакции без интернет-магазина. Вот, и у нас остаются, вот, давайте посмотрим, например, адаптивный интернет-магазин одежды, он бесплатный как раз-таки в тему. Давайте первое посмотрим демку. Вот таким образом он выглядит у нас. Вот, ну, дизайн такой, скажем, на любителя, очень яркий. Достаточно функциональные карточки, да. Вот, ну, типовой магазин. Настроек, как мы видим, никаких нет из публичной части, возможно, они есть в админенке. Давайте сейчас посмотрим по описанию. Так, ну, вот рейтинга, рейтинга сразу нету у него, совсем отзывов нету, обсуждений тоже нету, но зато он бесплатный. Так, у данного решения отсутствует функционал корзины онлайн-оплата, то есть, по сути, это просто каталог товаров без онлайн-оплаты. Так, установка. Ну, есть такая небольшая инструкция, да, никаких-то отдельных обучающих курсов нет, просто небольшая инструкция. Поддержка тоже скромненько, да, осуществляется. Вот, 4 часа с 9 до 17 по такому-то адресу. Вот, в описании, ну, тоже просто описана структура каталога и какие странички на сайте есть. Вот, то есть, видим, да, это такой, получается, у нас сайт, который похож на интернет-магазин, да, но, по сути, является просто каталогом товара. Здесь, да, есть рубрикатор, есть цены, есть кнопка заказать, но по кнопке заказать у вас создастся не новый заказ, а уйдет просто... Ну, тут нужно смотреть, куда уйдет, либо на почту, да, либо в Word Word, скорее всего, на почту. А иногда делают еще в инфоблоге складывается. Вот, тут уже нужно самому ставить, самому смотреть. Вот, зато, по сути, вы сайт получаете по цене редакции стандарт. Так, ой, даже старт можно, да, за 4 900. Так, 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 что тут еще есть, если платный какой-нибудь. Ну, давайте посмотрим ShopLending, адаптивный магазин на редакции старт. Вот, выглядит следующим образом. Такой уже поинтереснее, да, шаблон. Есть настройки, да, можем выбирать цветовую схему, опять же, абсолютно любую. Настраивается слайдер, прилавдер и формат телефона. Давайте посмотрим каталог. Вот так. Карточки товара, как таковой, здесь нет, насколько я понимаю. Вместо нее идет вот такой вот... всплывающий... Да, всплывающее штуковое, всплывающее окно. Можно добавить товар в корзину. Корзина здесь тоже присутствует. И, да, сразу из корзины можно оформить заказ, при этом можно выбрать доставку, пересчитывается стоимость, и можно выбрать оплату. Вот, но онлайн оплата, скорее всего, ведет на Яндекс.Кассу или Робокассу, или куда-то еще. То есть вот это уже более-менее реальный интернет-магугин с доставками, с оплатами, с каталогом, со всем. Но его можно запустить на редакции. Старт. И стоимость такого запуска будет всего 11 025 рублей. Да, у вас не будет профессиональных инструментов, да, у вас не будет там умного фильтра, не будет скиндек продвинутых, не будет... Ну, много чего у вас не будет, на самом деле. Но для тех, кто хочет именно попробовать свои силы в e-commerce, это тоже вполне себе вариант. Вот, ну, отзывов нет. Есть описание, да, что он умеет. Есть обсуждения. Ну, тоже разработчики, видите, достаточно оперативно реагируют на них. Обновляются, видим, регулярно. Очень регулярно обновляются. Есть инструкция по установке. И есть описание, как работает техническая поддержка. То есть тоже вот такое вполне себе решение. У меня на этом все. Все, что я хотел рассказать, я рассказал. Если появились какие-нибудь вопросы, задавайте. Я на них отвечу. Так, можно ли где-то посмотреть версии модулей? И если я правильно понимаю вопрос, текущая версия решения отображается на вкладке «Описание», да, «Технические данные». Здесь есть вот обновление и текущая версия решения. Версии решений своих, которые у вас на сайте установлены, вы можете посмотреть также в разделе «Marketplace» обновление решений. Обновление решений, да, там напротив каждого модуля установленного есть дата последнего обновления и текущая версия. Как производить обновление платформы Bitrix у готового интернет-магазина? Точно так же, как и у любого другого магазина, вы заходите в раздел «Marketplace», «Обновление платформы» и нажимаете кнопку «Установить обновление». Обязательно делайте бэкап, потому что если что-то поломается, будет проще восстановить. Ну, вот у решений, да, про которые я там рассказал, таких проблем на моей памяти не было, но бывают решения, да, где разработчик, например, не знает правила или еще чего-нибудь, да, и хранил свой какой-нибудь шаблон, да, в системном шаблоне. Соответственно, Bitrix перезаписал шаблон с таким же именем, да, у себя в файлах, и, ну, этот шаблон просто перезатерся, соответственно, вы данные потеряли. Это первое. Второе, для чего может потребоваться делать бэкап, бывают очень крупные обновления, которые каким-то образом переделывают функционал шаблона, и для них после... А, ну, это уже вот про установку обновлений, не Bitrix, да, у готовых решений. Если вы решение обновляете, оно там же в разделе «Marketplace» на вкладке «Обновление решения» обновляется. Вот, они часто требуют такие обновления, сделать какие-то дополнительные действия. То есть, например, ну, вот из электросила, да, что на памяти сейчас есть, они, например, просят там новые инфоблоки завести, импортировать туда какой-то контент, просят там включаемую область новую создать. То есть есть вещи, которые нельзя делать автоматически, нужно делать в таком вот полуручном режиме. И еще последний, да, момент про обновления, именно решений маркетплейсовских вот этих вот. Если вы делали какую-то доработку данного шаблона, да, меняли какие-то блоки, меняли цветовую схему, что-то еще делали, во-первых, лучше все это хранить в отдельном шаблоне, да, то есть, ну, просто копируем шаблон этого готового решения, но тогда вам нужно будет синхронизировать всякий раз эти обновления. Либо, опять же, если вы вырабатываете прямо существующий шаблон, либо делаете это правильно, да, вот как, например, опять же в Электросире, да, разработчик сразу предупреждает, что все свои стили храните в файле Custom CSS. Мы его не перезаписываем, они там не перезапишутся. Вот, поэтому либо делайте так, либо делайте бэкап перед обновлением, обновляйте и потом свои доработки заново переносите. Вот, то есть, чтобы у вас это ничего не потерялось. Так, ну, примеры магазина поддержки, да, я вот показал, но я больше не буду, наверное, ничего показывать, потому что вот с этим я работал, а про остальные, как бы я могу так вот все рассказать, что к чему, но не могу дать какую-то обратную связь. Вот, кроме вот того, который мы рассмотрели, да, компания Alpha Systems, Аспоровские решения, да, вот самый первый интернет-магазин, который я рассматривал на первом месте, да, который у нас Аспора, он универсальный, вы на нем также можете сделать интернет-магазин одежды. Вот, ну и у Аспора, кстати, у них много неплохих решений, по-моему, под одежду есть какие-то даже специализированные. Зачем брали электросилу, если он дороже универсального интернет-магазина? Есть ли вопрос именно про наш сценарий, да, почему вот то, что я рассказывал, да, мы делали там порядка пяти интернет-магазинов, то в то время, когда мы это делали, решение универсального, а, универсального какого? Универсального от Битрикса или универсального от Аспора, который вот назывался. Если Аспор, так Аспора тогда не было еще. Тогда у них, по-моему, вообще никаких решений еще не было, в то время, когда мы с электросилой работали. Плюс заказчику понравилась электросила больше. То есть это вопрос такой очень индивидуальный, то есть как происходит такая обычно разработка, да, вот, кстати, вот опять же по поводу электросилы. Там половина, наверное, половина внедрений была от людей, которые пришли уже с запросом именно, что вот мы знаем, что есть такой интернет-магазин электросила, мы хотим на его основе сделать сайт, потому что Альтоп, да, компания-разработчик, они, по-моему, сейчас, кстати, не занимаются внедрением. У них есть на сайте список партнеров, кто может внедрить их решения, и мы висели у них просто в списке партнеров, там, на первом или втором месте. Вот, и люди приходили к ним, видели, что они сами внедряют, шли к партнерам, говорили, что вот, мы хотим электросилу, нам нужно какие-то доработки. Вот, только поэтому. Так, звука нет, но, надеюсь, он в какой-то момент появился. Тематика медтоваров. Такой категории нет, как найти подходящий шаблон. Берите любой универсальный шаблон и наполняйте просто своими товарами. Вот тот, например, магазин, да, который мы самый первый рассматривали, маркет-адаптивный интернет-магазин, он вполне себе пойдет под медицинскую тематику. То есть, выбираете цветовую схему, там, медики обычно выбирают какой-то голубой, да, либо бирюзовый цвет. Вот, меняете здесь, там, спортивные товары и снаряжения на, я не знаю, там, какие там товары медицинские, одежды, да, для медперсонала, там, например, или, там, шприцы, иглы и все остальное. Да, наполняете своими товарами, соответственно, и все. То есть, все остальное у вас меняется, у вас также будет каталог, да, просто вашими товарами, напомню. У вас будут, там, услуги, да, например, там, доставка, там, оптовикам что-то еще, у вас будут какие-то акции, да, там, скидка на все халаты, например. Вот, у вас также будут какие-то популярные товары, вот, какой-то топ. То есть, берите просто любое универсальное решение и делайте на его основе. Вот, да и на не универсальных, на не универсальных, можно, опять же, электросила, я говорю, мы из нее делали и цветы, и крема, и ничего только не делали. Атаспро, ну, Атаспро, да, ответил, просто не было данного решения тогда еще. Это было года, я не знаю, 2-3 назад, наверное. Именно тематически, медицински, если в маркетплейсе нет, то, скорее всего, его нет нигде. Ну, потому что маркетплейс – это основная площадка и больше такие решения нигде не публикуются. Вот. Вы можете, на самом деле, знаете, еще что попробовать сделать. Многие компании, которые, вот я говорю, есть несколько компаний, которые профессионально занимаются именно разработкой готовых решений, то есть они не делают сайта на заказ, они делают коробки вот эти. Вы можете попробовать пойти там к тем же Аскро или к тому же Альтопу, Альфа-Системс, да, и сказать, что вот, там есть такая вот идея, да, интернет-магазин тематических товаров, давайте мы с вами скоординируемся, мы там вам поможем понять специфику, да, например, что вот там будут такие, должны быть такие-то фильтры, да, что вот аудитории важно то, то и то, вот, составим там техническое задание, что-то еще. Вот. Вы как бы это все сделаете, мы у вас там потом со скидки, например, купим, да, как такая вот совместная проектная работа. Вот. То есть это тоже вполне себе сценарий, разработчиков много, все ищут новые идеи, попробуйте. Еще вопросы? Окей, если вопросов нет больше, тогда, Никит, заканчиваем, да, или что дальше? Хорошо. Хорошо. Дмитрий, в чем заключается ваше предложение? Предложение наше какое? К ни к одному решению, про которое я рассказывал, да, я как-то к лову отношения не имею, это все сторонние разработчики, я не являюсь ни сотрудником компании, ничего, вот, то есть я рассказываю просто из своего личного опыта. Вот, мы занимаемся обучением, вот, если вы хотите научиться работать с Bittrex, администрировать интернет-магазин, например, или хотите стать разработчиком, с этим мы можем помочь. Вот, да, кто, кстати, заинтересовался обучением, можно написать мне на почту, у нас много разных курсов для администраторов, для интернет-магазинов, для всего-всего. Так, Никит, я не знаю, здесь или не здесь, нам надо как-то заканчивать. Коллеги, я тогда с вами прощаюсь, спасибо за внимание, трансляцию, я думаю, сейчас завершат, вот, если вопросы какие-то еще появятся, то пишите на почту. Всем хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok